Есть у нас в Украине такой командующий нашим военно-морским флотом под чудесной украинской фамилией Нейшпапа, которого очень любит на как мы его называем Залесий. Если что, то это он организовал, как сейчас говорят, отрицательное всплытие не имеющего аналогов в мире плавающего тазика с болтами и гайками крейсер Москва при помощи БПЛА Байрактар, который вынес радары этого крейсера, после чего ему в бочину и прилетели две ракеты ПКР Нептун. Именно поэтому нам интересно делать материал с этим дядькой. И вот сейчас вышло его интервью, о котором мы сейчас вкратце и расскажем. Командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Нейшпапа Намедни в своем интервью Армия Информ рассказал, когда ВМС Украины будут иметь новые четыре боевых корабля. Речь идет, конечно же, о строящихся сейчас в солнечной Турции четырех корветах с водоизмещением фрегатов Класяда. Несмотря на полномасштабную российскую агрессию со стороной руководства государства, есть поддержка и понимание, что мы должны строить мощный флот и смотреть в будущее. То, что наша победа неизбежна, мы понимаем. Но, к сожалению, противник и после того, как оставит нашу территорию, все равно будет нашим соседом, отметил он. Нейшпапа подчеркнул, что для Украины важно иметь мощный флот и именно поэтому строительство таких кораблей, как корвет Иван Мазепа продолжается, и оно продолжается в соответствии с графиком и даже с его опережением. Все вооружение предназначенное для корабля будет поставлено своевременно, и уже в следующем году этот корабль должен войти в состав ВМС. Оснащение корабля вооружением определено контрактом. На нем будут установлены артиллерийские системы калибром 76 и 205 миллиметров, крылатые ракеты, зенитно-ракетный комплекс с дальностью более 20 километров и средства радиоэлектронной борьбы, сказал он. Вице-адмирал отметил, что согласно действующему контракту два корабля строятся за границей. Следующий мы планировали строить на территории Украины, ведь мы обязаны в будущем развивать нашу судостроительную отрасль. Поэтому третий и четвертый корабль уже должны строиться в Украине, добавил он. Кроме этого, Нишпапа отметил, что в Турции продолжается подготовка команды Ивана Мазепы. Сначала экипаж будет индивидуально овладевать техникой и вооружениями, установленными на корабле. А после прохождения индивидуальной подготовки по специальностям будет продолжаться общая подготовка экипажа, потому что в составе турецкого флота есть корабли этого типа, добавил он. В общем ребята, это хорошие современные корабли и первый уже в 2024 году будет принят в состав ВМС Украины, что не может не радовать. Поэтому не имеющим аналогов в мире флоту придется в следующем году особо как говорил их вечно отрицательно трезвый недоклассик напрячься. Конечно если к тому времени этот флот будет существовать, как и вообще вся эта неадекватная недоимперия. Так что, подписываемся на канал, жмем колокольчик и все другие правильные ссылки и кнопки. А также смотрим другие наши ролики. Бэшос гэд наш канал Якуна скажу тех ляв несмотря на большее количество публикуемых роликов. И будет вам и плюсок в карму и огромный зачетища и куча всего еще не менее интересного.